Футбольный клуб «Луч Энергия» на домашнем стадионе принимал астраханский «Волгарь». Команды в солнечный день выдали не менее жаркую игру. С самого начала соперники без перерыва атаковали друг друга, что уже к середине тайма дало результат. В счет в матче открыли хозяева, после подачи штрафного в нужном месте и в нужное время оказался Пискунов. Но радость была недолгой, уже на 22-й минуте после грубых действий и словечек в сторону судьи, капитан желто-синих Алексей Рябко получил свою вторую желтую карточку. С этого момента приморцы остались в десяти ром. Ждать момента, когда «Волгарь» воспользуется большинством, не пришлось. В самом конце тайма гости заработали пенальти, которые уверенно реализовали. 1-1. После перерыва «Луч» сообразил, как играть в меньшинстве и больше соперника к воротам не подпускал. Развязка произошла лишь за пару минут до финального свистка. Сначала «Тигры» заработали 11-метровый, после которого вновь вышли вперед. Но вот удержать свое преимущество приморцы, увы, не смогли. На самой последней минуте матча гости спаслись от поражения. 2-2. «Луч» в плане рациональности, прагматичности на этой площадке играл, наверное, в длину, в подбор, давление. И, в общем-то, из этого пытался выжимать, и напряжение определенное было. Мы уж так привыкли и не до конца перестроились. К сожалению, нам очки нужны, победы нам нужны, чтобы туда уходить, подниматься оттуда, скажем так. Но, я не знаю, может быть, то, что мы в меньшинстве сегодня играли, может быть, значит, сегодня получается ничья для нас, это хорошо. На данный момент «Луч» энергия находится на 12-м месте в турнирной таблице. Следующий матч «Приморцы» проведут снова на стадионе «Динамо», где 8 апреля встретятся с командой «Спартак-Нальчик». Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» вышел в полуфинал Суперлиги. В спорткомплексе «Олимпийц» прошел четвертый матч серии плей-офф между приморской командой и «Самарой». До этой встречи в общем счете лидировал «Спартак» 2-1. Красно-черным оставалась лишь одна победа для путевки в одну-вторую, поэтому игра обещала быть напряженной. Так и оказалось, первая четверть прошла на равных и завершилась почти с минимальным отрывом хозяев – 24-22. Вторая 20-минутка уплотнила преимущество приморцев, однако уже в третьем игровом отрезке багажом очков похвастали гости – 56-57 к последнему периоду. На этом моменте «Спартак», видимо, осознал, что не хочет ехать вновь в гости к «Самаре», поэтому решил добить ее сразу дома. Наша команда не дала шансов белосиним и завершила матч в свою пользу – 81-77. Тяжелый календарь перелеты – это одно, но самое сложное в этой серии был соперник, их тренер, игроки, организация игры. Для нас было бы большим разочарованием, если бы не попали в полуфинал. Мы усердно работали весь год, клуб очень много для нас сделал, а домашние стены нам помогали в нужный момент. Теперь «Спартак» Приморья будет бороться уже в рамках полуфинала Суперлиги, где в очередной серии сойдется с университетом Югра. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.